Около 500 организаций из десятков стран и регионов приняли участие в 19-м международном фестивале анимации в Ханчжоу. Это одно из самых масштабных и ожидаемых событий в мировой индустрии мультипликации. Главной темой мероприятия стали азиатские игры, которые откроются осенью здесь же. В пятидневную программу фестиваля вошло более 20 активностей разных форматов. На площадке проходили выставки, семинары, конкурсы, деловые встречи и форумы с участием лидеров индустрии и ведущих экспертов. Все это привлекло на фестиваль множество поклонников анимации. Я посещаю это событие уже в третий раз. Больше всего меня здесь привлекает обилие косплееров, возможность купить журналы и любую другую тематическую продукцию. Нашу страну на фестивале представляют 15 студий. Участие российской делегации организовал московский экспортный центр. Мы приехали первый раз на CICF. Масштаб, конечно, впечатляет нас. И мы очень рады, что мы выбрали этот фестиваль, что привезли сюда 15 московских компаний. Я думаю, что они тоже впечатлены, потому что уже даже по итогу первого дня есть классный результат, есть переговоры, есть новые партнерства. Я приехала в Китай, чтобы представлять интересы нашей телекомпании. И также мы привезли свой анимационный мультсериал. Это сериал о 12 гоночных автомобилях. Тема понятная детям по всему миру. И мы надеемся, что в Китае тоже заинтересуются нашим мультиком. Центральным событием фестиваля стало вручение самых престижных наград в китайской индустрии анимации. Статуэток «Золотой царь обезьян». Лауреатами премии стали 34 картины, которые жюри выбрало более чем из 600 претендентов. В этом году лучшие конкурсные работы превзошли все ожидания. За 20 лет существования фестиваля он прошел колоссальную эволюцию. Каждый год мы видим его прогресс, и он становится все более известным во всем мире. Индустрия анимации в КНР переживает стремительный взлет. Шесть лет назад в ней работало не более 30 китайских компаний, а сейчас уже около тысячи.